добрый день дорогие друзья с вами ведущая мария карпинская я за кадром и перед вами картина огня и сегодняшний студия нового планетарного телевидения сегодня посвящает свою маленькую передачу я ее посвящаю дню победы наши деды завоевали победу и люди многие я фейсбуке посмотрела как они там вообще по этому поводу страстями кидаются вот день победы вы знаете это деды наши выиграли деды но не мы мы проиграли эту победу мы и вы прекрасно знаете что по всем фронтам наша страна проиграла по всем и потому в этот день он и день когда мы поминаем наших предков но он и день скорби они вот это как у аксиковского а кто-то решил согреться а тело завернутое в каменную простыню и удалось и даже других греет самогоном из наших страстей пролетая сестра здесь силы не имеет чистота простыней ну понятно что чистота простыне это девственность а страсти вот этот самогон страстей он как раз может вызывать слезы и все такое чтобы выбить из себя вот эту энергию попробовать открыть так называемый вот это то что я говорила третий глаз чтобы энергия пошла в мир но дело в том что энергия не пойдет это все будет пусто до тех пор пока люди не поймут одной простой вещи что мы мы сегодня эту войну пока проиграли она идет и я вам скажу где она идет вот недавно я подписывала петицию и в этой петиции я подписывала за людей санкт-петербурга ленинграда которые пережили блокаду и они бьются и не могут выбить себе маленькое пособие блокадное для того чтобы немножечко лучше жить где-то там подольске по моему я прочитала пенсионерам но это просто выдают по день победы по батону хлеба дожились называется дожились до такой степени что просто просто запредельно мы все проиграли слышите это день скорби это день скорби и думаю что наши оттуда ушедшие предки которые отдали жизнь они там тоже скорбят глядя на все что сегодня происходит и давайте возьмем саму войну когда она закончилась ведь всех коллег выселили за ступервый километр кого-то выбросили на соловки вот это и есть основная война которая проиграна война за человека потому что человек ни во что не ценится получается что эти люди были пушечным мясом многие слава богу что они понимали и шли это внутри них рождался вот этот огонь чаша огня сердце и они погибали за родину да но не за такую родину я вам сейчас скажу вот я сделала песню пугачеву принес слова кое-какие да я отредактировала и там первые слова звучат очень сильно они защищали они нас любили потому что любили потому и защищали а сейчас мире как мало любви только самогон один и поэтому гордиться то не чем понимаете не чем и позор когда вот это вот там кипят страсти самогонные хватит задумайтесь сядьте и задумайтесь вы знаете я вот здесь внизу этой передачи сделаю ссылки послушайте эту песню в исполнении александра гусева и члена нашей команды музыку сочинила но накопали они они защищали они нас любили родину наша от бед сохранили тогда сохранили а сейчас на нашу родину обрушились беды немыслимые и война продолжается и еще я дам ссылочку когда-то я поехала под смоленск вахта памяти и там я брала интервью у ребят которые выкапывают трупы еще погибших войну солдат и вы знаете я сделала документальный фильм потрясающий ты помнишь алёша дороги смоленщины я дам ссылочку посмотрите что говорят эти ребята они говорят что они выкапывают самих себя и что они возродили здесь и что они видят они не хотят все это видеть зачем они снова сюда пришли понимаете какие ужасы происходят кругом вот так чему же радоваться чему если деды выиграли это им честь и слава а не нам а нам позор слышите позор современный двадцать первый век мы люди мы проигравшие эту войну и еще я дам ссылочку на фоторепортаж черно-белом ракурсе вот всей этой вахты памяти когда ездила в смоленске знаете вы там вот возьмите внимательно рассмотрите эти фотографии вот современное время люди стоят и вы знаете вот абсолютно все четко видно вот там открывают часовню и стоят вот эти ребята и вот даже видно что девочки были лица каких были медсестричками видно кто был командиром кто был солдатом вот эти мальчишечки в этот день я почему то дело такое галифе я не знаю почему брюки такой белый ну белый такой как как это сказать полу полуплащ и красный шарф и когда я стала впереди этих ребят такое ощущение что я как будто вот это командир этого полка и наверное я бы погибла в войну если бы я была этим а там еще есть фотографии членов госдумы вот этих священников которые открывают вот этого председателя может быть колхоза этого или чину совхоза я не знаю или совета какого-то и посмотрев на их лица вы сразу увидите кто был партизан партизаном кто был предателем а кто был фашистом и все они почему-то возродились в том месте где выкапывают эти вот ребята выкапывали в автопамяти эти трупы и у меня просто такая была удача и боль такая когда я там побывала и когда вот это все записала вы даже не представляете что это было для меня открытие какое важное оно записалось кровью мое сердце и поэтому до тех пор пока вы все не поймете я не хочу никого из вас осуждать не дай бог как говорят вот пока вы все не поймете что вот эти наши деды часть из них уже возродилась да вот сейчас в этой жизни они молодые ребята и вот как они в этом помнишь алёша дороге смоленщины в документальном фильме они мне признаются ведь они скрывали это а передо мной они открылись понимаете но я вообще любого человека открыть могу открылись и признались что они есть те самые солдаты и офицеры которые умерли в этой мести выкапывают самих себя ищут самих себя и что они ужасно расстроены и ужасно как это сказать разочарованы тем что они сюда пришли а здесь такое творится и потому вот с одной стороны конечно же я вас все равно поздравляю с памятью о том дне победы который состоялся в сорок пятом году когда наши солдаты офицеры вот зажженные вот этим вот самым огнем погибали не глядя отдавали свою жизнь конечно многие из них ушли в райские высоты но с другой стороны вот сегодня нашим днем победы было бы если бы мы не ходили с парадами с военной техники пусть бы это было тише как-то поспокойнее а если бы мы идя по этой красной площади зачитали имена всех тех кто погиб это первое второе зачитали бы по пересчету каждого человечка кто участвовал в этой войне или рыл канавы в москву защищал неважно как просто жил то время и объявили бы о том что этим людям сегодня там или вчера или я не знаю или завтра буквально через день дадут надбавки у кого нет квартир дадут квартиры понимаете и о них проявят высочайшую заботу и любовь и тогда это бы записалось в аналоге нашей памяти и нашей победы вот это было бы победа победа всеобщая победа которая состоялась сорок пятом году и победа сегодня они должны были бы в одно слиться в одну реку ведь вы знаете за рубежом любой человек фашист это не фашист не важно японец кто участвовал в войне вот этой они все ухожены за ними за всеми присмотр у них у всех все есть они могут путешествовать они находятся в хорошей форме а у нас люди многие еще вот бомжи понимаете они не имеют квартиры они погибают от голода от голода погибают и вот там какой-то самогон страстей проявлять просто даже стыдно вот этот день победы это надо идти вот так вот и вот я тоже вот решила мы за столом посидим молча не глядя глаза друг другу потому что стыдно смотреть в глаза потому что на самом деле они то вы играли это они что вы берете чужой огонь а вы а мы все проиграли по нашей по нашей воле произошло то что произошло сегодня мы променяли нашу страну я не знаю на что да вы все знаете вы же знаете всю правду только молчите и врете самим себе перестаньте врать и вот я сижу сейчас у меня сердце горит и что я вижу она горит вот как вот эта чаша и что я вижу я вижу вот этих людей которые в санкт-петербурге в ленинграде участвовали были в этой блокаде и сейчас сидят полной нищете и заброшенности а там и смотрят по телевизору как там будут у нас маршировать или что-то такое делать и кричать эти ура и все эти вот сыты и довольны на их косточках как у некрасова когда про питера по бокам то все косточки русские ванечка знаешь ли сколько их ты вот на этой фразе я хочу закончить я хочу чтобы вы обязательно посмотрели фоторепортаж вахта памяти и поняли кое-что просто осознали это вот вам память и это вот чтобы вы вернулись к чему-то что называется победа потому что победа она ведь победе идет победе человек приходит к победе да вот а сейчас по какой беде и куда идет наша страна какие такие страсти если кругом одни беды беды понимаете и люди которые участвовали в этой войне там неважно как я ж говорю окоп или рыли на заводах ли работали сколько этих людей осталось сколько из них живут в достатке сколько о них проявляет заботу государства вот то что является началом победы еще раз я не хочу просто честное слово поздравлять но я хочу призвать вас к победе давайте осознаем что-то и придем к нашей всеобщей победе всего вам доброго с вами была мария карпинская до свидания